что происходит все раз пик еще у них почему-то они зарыли да еще такой момент пятая игра всем еще раз привет dreamhack invitational финал еще таком финалчик говорю финальчик да действительно у них еще и почему-то first пик и светлая сторона ну короче все вообще на них но светлая сторона вот в первой игре у них было реально жестко но они ее короче сами были виноваты там в общем выбор сторон был не за ними и или за ними а вот пик как раз рандомный им выпала темная сторона американский сервер и first пик но у них кто-то был афк и мы пришлось пересоздать они first пика лишились но тем не менее главное никс битрайдер висп и коттал опять с этого у нас начиналось по моему 3 дожди то есть из того что они сделали рехост у них забрали first пик ну там рандомно было поставлено а я понял они сами из себя в общем забрали first пик магнус вот не проигрывал он видишь снова он в седле короче сейчас сейчас какой-то шаблон разрушится либо магнус проиграет первый раз либо дигнитос проиграют на реки что-то сейчас будет я посмотрим но опа берут постоянно шара шамана против медведя уважаемые но могут сейчас сделать другой разрыв шаблона альянс и набрать героев на хард пойти ими просто-напросто они в первой игре сделали отличный разрыв шаблонов медведь просто их обманул он взял и как-то таким образом отвел что его мишку не смогли первый раз убить правда раз убили он отводил через какую-то дикую задницу а второй раз его там замяли я там просто там про и он зажал там что-то крипами да ну у альянс есть нормальный возможность взять на икса собственно говоря дефолтного я думаю айджи бы долго не думали и взяли бы на икса заметил кстати что на иксом как-то все вот начали посмотреть за и джи и начали поигрывать через вот этот мофф спид и надо сказать что этот на икс крайне редко проигрывает который вот собран через всякие саши яши да ну потому что мофф спид вообще решает быстрота в доте решает мобильность любая то есть мобильные герои которые могут по карте быстро перемещаться фурион там висп мобильные герои которые просто по карте быстро бегают именно то есть а там на эти сталкеры всякие ван дарксир все у кого мс большой почему все подряд файзи покупают барабаны яши саши потому что если ты бегаешь то ты крут ты можешь уходить догонять быстро менять позиции принципе на карте не использовать типа я перемещаться между товарами без тп на большом месси на самом деле все что массовое все быстро все решну все в доте всю жизнь решал то есть самом деле вы есть еще фишка которую сейчас мало используют но до поры до времени я думаю это все массовые ульты проекту позабыли там зевцы всякие операторы это просто та же мобильность только она еще более усовершенствована эти вообще не надо никуда идти просто же маршрута кнопку и тип всех ну и все получает люлей это очень жестко тоже мир проще медведь в плане мс тоже очень интересный персонаж за счет рэбита там чуть ли не 522 мс у него вообще потом знаете и именно у суммона или у суммона да и у самого но у меня формы понятно он там скорость сильно снижается и форме но даже форме он бегает 400 плюс под четвертым рэбитом там 420 ну хорошие хорошие действительно спелл и многое он конечно дает дожили огромага начали банить внутри дожили это уже перебор ребята но мне кажется здесь команды играют чисто ну банят то и кроме сильных каких-то героев банят ну сильно героев они забанили первыми банят а друг против друга против друга просто не знают какие то то вещи он с ней кингу позабанили всякую фигню а он числа на опа да вот это кстати будет очень жесткий сейчас альянсом нужно вспомнить если он сейчас заберет лана это будет очень опасно у него обещанный винрейт на лана и и на америке сша тем более все знал с 4 говорит да ну его нахрен говорит знаю я его он могет но я думаю может найти себе героя еще какого-то снейкинг здесь ну и для снейкинга могут найти герои хотя основную массу снейкинговского всякого брасла забанили ну типа шторм от есть может тонн он даже на европе нормально рассекал на востоке может все лучше поедет урион почему пул в принципе у дигне тос вот у кого у кого а у дигне тос не такой уж маленький пул они играют примерно в какую-то одну тему то есть как правило это все какой-то пассивный фарма кэрия при этом ну вначале вообще стараются играть пассивно а потом уже начинают экшен на карте наводить в принципе у все это упирается в гирокоптера но помимо гирокоптера там идти не могут какого-нибудь пикнуть хотя учесть я сейчас так думаю я понимаю что я вот кроме от гирокоптера отаю ничего не видел вообще я тут тоби меня продолжает троллить он говорит что в личку короче написал что типа ты должен воспринимать это по-другому ты должен воспринимать это с той мыслью что ты сделал что-то что стоит 150 долларов эту штуку за 150 долларов продали вот мне кажется если там найдут какую-нибудь шмотку которую профессиональные игроки сделали на ком-то фб то даже не каждый улетит за 150 а вот но я думаю конечно моя мой вклад учитывая что это все на англоязычном форуме продавался мой вклад в это конечно минимальный но вот так вот тоби забрал и брю мастер у нас вечер профит брю мастер гирокоптер дарксир шадоу шаман и будут опять они играть какого-то и в лесу и профита и дарксира брю мастера на миде возможно дарксир потом пойдет ой какая-то полная фигня блин они задолбали реально какой-то неадекватной и неадекватностью но мне кажется альянс проиграют нет альянс должны понимать что просто надо идти конечно на хард и там устраивать движняк у них вроде уже герои под это и как раз есть потому что потому что медведевы на легкой пофармить спокойно против дарксира опять нафармить быстрее арты и покатиться можно ай ну да хотя могут еще что-то придумать можно как-то комбинировать например поставить даблу какую-то наверх или даблу какую-то в мид от кого пример от альянса а можно да от альянса могут альянс поставить медведь ну короче если бы альянс были бы айджи альянс бы ухты антимаг прикол ну да ну да все тут дефолт на все я говорю если в альянс были каким-то айджи они могли бы поставить медведя на легкую фармить с суппортами которые бы дарксиру там ничего не дали она сложно поставить того же магнуса который отводил бы себе крипов медведем а в мид тебя еще какого-то героя такого плотненького правда плотненьких ты не осталось но кто-то по-любому был вот но нет так пока так пока в европе не играют ну что ж поехали решающая пятая игра на еще раз напоминаю что американский сервер и по идее должны побеждать дигнитас во всяком случае если ремейк эйк его слышу ремейк мы можем смайла позвать но зови главное не озвучь пароль а то он он то уж любитель я не так туп я написал но если успеет то зайдет надо сларка было говорить вместо брюмастера да в принципе сларка очень похожи очень похожие герои сларка сэмми в бане я отвечаю он не так плохо как многим кажется предусмотрен успел но тут фаст мега фаст ремейк гал сларк неплох блин я по привычке думаю снять автокамеру я даже знаю почему за как у них звук сломался у них короче вот эта музыка которая на пиках вот это по у них осталось на всю доту такой полосай да я бы ну что антимаг лон друид вообще конечно боевой пик и наверняка альянс попытаются как как-то зарумить но конечно посмотрим как все будет реализовано было бы неплохо действительно если бы нет панду наказали в начале и ну понятное дело что они скорее всего будут играть стандарт мишку на сложной антимага на легкой но с антимагом то особо ты никуда не пойдешь это все таки ему фармить надо как ни крути но наказать кстати говоря да панда нереально могут прийти просто запрятать ее отвести хорошая связка вот такие связки не давали друг другу команды вообще пик конечно мне нравится альянсов гораздо больше чем то что понапикали себе господа из дигнитас но тем не менее я уверен что дигнитас в своей манере как-то это все переведут в какую-то ну короче посмотрим посмотрим сейчас от них пойдет сначала такая стандартная игра где-то будет кто-то фармить в лесу может быть дарксир вместе с профитом поэтому они будут где-то в четвером драться пока гирокоптер фармит а вот теперь у меня звук сломался ну ладно я просто выключу музыку потому что вряд ли они будут делать ремейк из-за меня в принципе я я не думаю что это большая потеря музыка в игре прям я короче тоже не думаю так но я когда играл третью группу из-за клуба не прочакал им на звуки не понял вначале что нет звуков и умерла от вертолета не услышав а вольт была обидно под тавором оооут находят все лакар Trinity не вопрос слегка продамажили только так вот принесла процент мотива для красопада было квадратно то ли боубильны да не понимаешь крипов все равно нет он все равно судится сюда второй вот в том то и штука что на светлость за светлую сторону такую штуку Мишки, как он сделал за темную, сделать очень тяжело. Лола, он взял и пролечил медведей хилкой. Наркоман-медведь. Он может, и у него еще там Мэти. Ну, это, конечно, зря, потому что его тут будут сейчас ждать. Если он выйдет, его просто сразу задамажит. Ну, вот, смотри, они спрятались. Просто весь Рокет-Бараж входит в медведя, и сейчас второй раз Шехла, Шехла, Шехла. Не, он не хочет, смотри. Ждет до последнего. Хочет у крипов поймать. Ну, да, правильно. Поймать у крипов. А теперь они его просто не выпустят отсюда. Вообще против. Ну, вот это зря медведь сделал. Потому что дигнитосы... Такое ощущение, что они натренировались вот эту игру против медведя. Да, да, так Акси рассказывал. Он говорит, против них очень смешно, нереальное. А там, тем временем, с Брюмастером у нас дела. Да, вот, та самая история. Аки, ну, Аки, ну-ка стани уже. Мимо, но Shadow Demon забирает. Аки, короче, так и не смог скастовать стамп, но все-таки они убили этого. И медведь все-таки тоже доходит до крипов. Правда, ему здесь будет очень-очень непросто. Сумов не хочет его поймать, да? Разочек. Сейчас под Darkseer поймает. А, Darkseer уже далеко. Непонятная история. Брюмастер набивает. Не, ладно, они мастера борьбы с медведем, значит, они что-то знают. Ну, а у них, знаешь, не то, что мастера борьбы, они, именно такое ощущение, что это все у них натренировано. Вот именно такое ощущение, что создавали просто и пробовали, как тут можно что сделать. Потому что стоит медведю разок ошибиться, там сесть в какую-нибудь ветку, все, его уже крипам не пускают. Стоит ему там подойти. Ну, хотя, на самом деле, его убить могли. Зря его, по-моему, Фогет не поймал второй раз. Ман это дохрена. Ну, да, да. Вот это вот стоит всего лишь 110 единиц. Там у Shadow Shaman неплохой реген. Все равно с линией он никуда не выходит. Да, вот о чем и речь, да, что ему идти-то некуда, какая разница, мана тратить некуда, можно ее и тратить, еще там есть флаточка, потом выпить ее, но и так регенится, ман. Так у него фуловая, она не регенится, потому что она фуловая, а так бы он потратил, но она бы регенится. Смотри, как Darkseer сделал. Он просто получил второй левел, чтобы иметь сурдж и щиток. И сейчас пойдет мешать антимагу, потому что все-таки антимагу здесь оставлять нельзя. Надо хотя бы ему как-то мешать с этими щитками, жечь крипов. Лишрак подтягивается. Я не знаю, зачем. Возможно, он думал, что здесь Сеншентов будут отводить, но вдвоем в лесу сидят. А нет, уже один сидит, конечно, Darkseer же ушел, я сам об этом сказал. Да, Darkseer там сверху завис, нормально там EGM его может погонять, но... Мне кажется, Darkseer не знает, где Лишрак. Знал бы, что Лишрак где-то вообще непонятно где. Лишрак ждет Куру, но Кура уже апнута, сможет убить апнутую? Да нет, конечно. Ну вот, конечно, не апнутая, она умирает с одного удара просто. Кстати, надо бывает, что не умирает с одного дара, так обидно это. А вот апнутая, конечно, ее убить гораздо тяжелее. Вот, несмотря на то, что Снэйкинга убили, все-таки это очень сильно решает. Убиваешь ты на первом левеле прям сразу вот этого Брюмастера, это не так сильно решает. А если ты его убиваешь на каком-нибудь третьем, вот это уже очень хорошо. Ну, Бульдог пошел вообще, что-то фармить. Ну да, а что ему еще заниматься, ему там ничего не дают сделать? Шадоу-шаман какой-то. Да, у него, походу, только что убивали медведя, потому что он перезвал нового недавно. Видимо, опять послал куда-то, там его замяли просто. Ну и тут уже Атеншентов он сейчас затерпит. Две ящерицы. Блин, мне кажется, он случайно это сделал, потому что это нахрен надо ему делать так вот спауны. Он бы спау... Ну, по одному спауну он бы сейчас смог бы фармить, отводил бы лисицу. Там, понимаешь, еще он каким-то образом сагрил... Вот я не понимаю, иногда вот эти драконы, вот что они сейчас стоят и агрятся? Что за бред? Да, топают? Да. Не знаю, на них уже маны кончилось, слава богу. Вот на самом деле, хорошо, но это ему сейчас помешало, потому что одна ящерица сагрилась, и когда она агрится, у нее дико возрастает атака, скорость атаки. Ее, конечно, лучше под самый конец оставлять, начинать с маленьких. Преимущества пока ни у кого нету, все достаточно ровненько, но я думаю, что это на руку дигнет. Все-таки у них очень сильный при такой игре гирокоптер. Вот так вот. Увидел, что не добил рукой, молнии просто добил. Ну, в принципе, тоже правильно получить золото. А тем временем у Брюмастера большие проблемы. Вот сейчас вот реально важно его убить, пятый левел целый имеет. Да, он точно должен умирать, его куда-то отвозят, и борода ему бородецкая. Не попал, не дотянулся. Да не, ну, должен добиться следствия волны, должен умирать. Снэкинг мансуэт, мансуэт. Да не, ну, там просто нажать можно на герой. Ну, да. Когда так близко, это очень важный килл. Правда, он так далеко умер, что не такое ощущение, что ли, шаг не получил. Кто-то из них не получил, хотя нет, третий, второй. А что уже? Да не, все получили. Если бы кто-то не получил, то магус был бы сейчас уже блин, шестой, наверное. Но там они поделены на троих, поэтому... Антимагу очень сильно мешает, но антимага все равно топовый крипстат на карте. Так, вот его. Пара ударов. Да, бремастеру, конечно, очень неприятно сейчас было. И Снэкинг умирает второй раз. Но самый главный момент, не то, что ему даже неприятно, а то, что саппортов сильно качнул. Там саппорты не были бы 3-3 сейчас, никаким образом. А они сейчас 3-3 и сейчас... Ну просто тут Фогет потеет, отводит изо всех сил и при этом имеет почти четвертый. А там два саппорта, два раза выходили, гангали, что-то кучу времени на это тратили и при этом 3-3. Да, да. При этом они еще убивали героя на медиа и получали денежку, взяли ФБ. В общем, в целом отлично себя ощущают. Да, ФБ взял шадоу демона и два ассиста получили второй раз. Это такой вот риск, если бы у них не получилось это все сделать, они, конечно, были бы сейчас в уровне вторых, не было бы у них ни денег, ни ФБ. В этом вся состоит дота, что у кого-то что-то получилось, а у кого-то что-то не получилось. Ну да, да. Просто частенько это как-то не замечается, это все. Щиток, сурч, кажется, это была ошибка. Возит, и сурч заканчивается. Ну, затерпелся, затерпелся, некий инкульт мог бы заултить, на самом деле. А он собирался заултить, но ему сбили, и второй раз он решил не юзать, не рисковать. Просто я не видел начала, но мне кажется, что можно было бы чуть ли не двоих на самом деле забрать. Не-не-не, там только Лешака. Лешак на него один вышел. Он как раз ударил Клэп, хотел разултиться, и в этот момент ему влетел стан. Буквально, знаешь, вот уже руки поднял, крикнул. Ну, график по опыту в пользу команды Дигнитос, по золоту они пока немножечко отстают. Ну что, Профит сейчас возьмет свой Мидас уже очень-очень скоро. Очень скоро, ну, АЮ продает фласку вот так вот. Ну, не нужна мне, говорит, фласка. В принципе, действительно, он, я думаю, подначало ее брал больше. Но не пригодилась она. Что касается... То Верен, что он скоро возьмет Мидас, я не могу понять. У него, по-моему, 1300, у него нет перчатки. Да, у него нет перчатки. Но все равно это достаточно скоро будет. Не, ну это... Ох, блин, скоро-скоро. Ты можешь 500 голды фармить. Причем он сначала купит перчатку, как в прошлой игре. Хотя на 1400 он купил в прошлой игре перчатку, и только потом... Не, ну это вообще гениально, потому что я тестил, в принципе, ну, и любой, наверное, кто на фуреоне играл, в курсе, что с перчаткой ты начинаешь немного быстрее, ну, так, в общем, фармить. С перчаткой, наоборот, гораздо быстрее. Ну да, с перчаткой, с перчаткой. Ты, типа, как бы, ну, понимаете, дело, что конкретно каждый отдельный спаун ты там убиваешь не намного быстрее, но, в общем, за 7 минут, типа, в вылуждании по лесу... Да, вот он купил перчатку, ты прав. В общем, за 7 минут там блужданий по лесу с перчаткой и без перчатки, вот с перчаткой ты явно наформишь намного больше. Ну, мне не совсем понятно, почему он именно на 1400 покупает, может, когда психологически, я не знаю, наформирует на рецепт, купил перчатку, не могу тоже объяснить. На 500 просто покупаешь перчатку и пошел. Может быть, он, он такое ощущение, знаешь, может быть, он там что-то решает, что ему купить. То есть, есть какой-то именно момент кричевый, в который он решает, ага, все, Мидас пойдет. В общем, не знаю, что он там решает, но у него есть хотя бы ульт, и сейчас ультом можно подраться хорошенько где-то. Ну, а смотри, а если бы действительно Альянс начали бы какую-то агрессию проявлять, ему бы лучше было купить какую-нибудь себе не перчатку, а ПТ-шку? Не, ну да, да, какой-нибудь ПТ, или быстро попробовать МИАКу зарядить. А тут смотри, вот он купил перчатку и уже фактически... И уже там разобрал, молодец, с перчаткой. Надамажил просто. С перчаткой разбил лицо. А Магнус тут ничего не может сделать снейкинг, он может его, конечно, разрутиться, отвезти, но он не пробьет его до того, как снейкинг культу ее занет. Более того, снейкинг просто на хосте. Ой-ой-ой, там медведя, я думал настоящего поймали, нет, это всего лишь. Это всего лишь, всего лишь, я фиг знает. Его в деревья не могут закрыть. Потому что у него топорик. Залиним ракету, смотри. Да, но он сейчас получит эту ракету. Да, топнет его, наверное, если... А может и нет. Бум. А он крипов ведет. Да, да. У него тут непросто. Все не просто так. Бульдог просто так ничего не делает. Ну вот она, та пассивная игра, которую, в общем-то, искали Дигнитос. Вот с такой пассивной игре, что-то их вообще обыграть как-то очень тяжело. Я говорю, как Фнатикань. Давайте покажу. Причем не сейчас Фнатик. Вот было время, когда у Фнатика играли еще более пассивно. Сейчас как-то Фнатик у них, ну, раз на раз как-то. Они то наоборот сами что-то выйдут. Хотя, в принципе, сами говорили, да, об этом говорил даже Нотейл в интервью, что мы склонны к тому, чтобы вначале вот так пассивно играть. Да, они стараются играть в Фнатик всегда от ошибки противника. Да, вот так вот. Вот так вот даже. Ну, короче, этот бремастер прогнал просто трех героев, затер два вышка. Прогнал, да, на самом деле, он мог бы, он чуть ли не пойти и не убить опять же кого-то, но не стал рисковать только. Просто там уже мана не было ни у Шанов Демона, ни у Лешрака, а у него был еще ульт, клаб, хаст. Он мог убить опять же чуть ли не двоих. Но не захотел он лишний раз подвергаться. Гадай, что фармит Герокоптер. Да, с трех попыток. Да зачем мне даже угадывать, он меня бесит. Он задолбал, он в каждой игре его покупает, и он пофигу. На Адлотар, не на Адлотар, он просто его покупает. Ну, действительно, что в первой игре Shadow Blade ему пригодился, а вот во второй игре это ему вышло очень сильно боком. Да он дурак. Ну, типа, ему пофигу, он просто у него есть одна сборка. Он даже вообще никогда не думает о том, что можно как-то по-другому что-то купить вообще в игре. У меня реально такие товарищи, они немножко смешают. Тем не менее, все идет к тому, что Dignitas все-таки выигрывает этот Dreamhack Invitational. Пока что у них, ну, они полностью делают все, что хотят. Понятное дело, что там... Да не, ну, что-то ты... Вот сейчас я вообще в этой игре вот, а понятное дело, что 2-0 там... Ну, у них нет никакой агрессии, они просто сидят... Ну, да, они просто сидят, но когда ты просто сидишь во врагов Antimax, ты обычно проигрываешь игры. Так, по секрету. Потому что, как бы, Antimax начинает действовать. Antimax все купил. А, да, у него, кстати, Battle Fury практически готово. Во-во. Так что я тут вообще не списывал бы. Ну, вот сейчас начинает что-то происходить. Потому что начинают подпушивать Dignitas, притом они сюда... Ой, боже! Это даю, он как будто бы меня услышал и говорит, да пошел ты, НС, я тебе все сейчас сделаю не так. Все аналитику сломаю. Да, да, и он просто сломал шаблоны, купил барабаны, стик. Но это еще не слишком сильно. Что-то с ним стало. Не, ну, просто раньше... Не фортификацион. Раньше, что-то палатар. Ну, вот сюда летит Darkseer. Dignitas начинает какой-то подпуш такой. И если им сейчас удастся подпружать сильно. То есть, даже не подпружать, а надо им зажать сильно Альянс. Вот это Dignitas. Вытягивает Tide Hunter. Да, а им удается, посмотри, вот у них этот Shadow Shaman, он ставит змейки под вышку. Antimax туда идет. Но здесь летят... Не, ну здесь Antimax, наверное, собьет. Да, и уходят все абсолютно. И на миде тоже подпуш начинают. Здесь, конечно, очень больно пенькам Профита. Времастер иллюзии. Ну, они здоровы. Они, посмотри, они 3-0 ведут по вышкам. Правда, Адмирал Бульдог сейчас одно все-таки заберет. Профит. Профит не решается, но... Да, сюда уже никто не полетит. Самую, на самом деле, вышку забрал. Неценную, скажем так. Но самую ту, которую проще забрать. Все остальное, потому что в разы сложнее будет. Ну, не в разы, может быть. Но, я думаю, и сами Дигнетос будут за это драться. Ой-ой-ой. Находят здесь всякие Профита. Профита очень трудно. Да, Профита все сейчас. Тут будет его просто... И вопрос. Соло съел Диаболик. Ракета. Стан. Ой-ой-ой-ой-ой. Убивает его все-таки. Но Герокоптер казнит Лешака. Шадоу Шаман в этот момент стирает где-то Шадоу Демона. Где это вообще? Это было внизу. И в результате этот Профит очень сильно боком в команде вышел. Ну, еще, знаешь, вот красиво пытался сыграть. Пытался... Ну, не то, что красиво. У него выхода не было. Пытался об Крепов умереть. Да, мне кажется, он себя передумал. Потому что мог он более... Более... Сыграть, что ли, по-тупому. И просто бить Лешака начать. И, возможно, он просто не умер. Согласен, согласен. Но, мне кажется, он и сам не ожидал, и Лешак не ожидал, что Профит будет так долго жить. Ну, да, да. И в итоге успел подключиться Герокоптер. То, что он сам не ожидал, это, возможно, так и есть. То, что у него просто медаз и ботинок. Нет, ни стик, ничего вообще больше нет. Медаз и ботинок. А у Лешака второй диаболик. На 13-й минуте. На самом деле, очень как-то медленно все. У этого Way2SX. Ну, блин, на 14-й минуте у него ботинок до медаз. Ну, и там чуть-чуть голды сверху, но это за счет товаров забранных. Не такое большое преимущество. Всего 2000. Учитывая, что там антимакс Battle Fury, это все может очень быстро закончиться. И у Магнуса почти даггер. Да, действительно, здесь пока что Альянс списывает со счетов рановато. Хотя, не знаю, у меня сохраняется какое-то такое внутреннее ощущение, что у них все будет плохо. Ну, не, не знаю, не знаю. Мне кажется. Ну, вообще, да, Дигдис имеют все шансы сейчас подзажать еще сильнее. Они так зажали уже, могут еще сильнее подзажать. Панда, блинг есть, есть, все, ульт. Все, короче, у всех есть. Медведь бежит. Медведь вообще будет страшная. Боже, он нахоти так смешно передвигается. Да, да, да. Как на серфинге таком. Едет. Наст. Вот. Ну, как же так. Неудача. Вот Снейкинга. Ну, Тавр-то зато заберут. Ну, разменяют. Ну, да, уже так, скажем, разменяют. Но второй, этот Тавр, он все-таки чуть более приоритетен, чем первый. Так, куда-то пошел Герокоптер. Ой-ой-ой, как поймали СВО, СВО. Шеклы. Я боюсь, что он уже не уйдет. Ой, как его остановили. Очень по таймингу все скиллы. И даже не сбил с Кьюера, а именно прервал в тот самый такой момент. И профит летит за лешаком. Сейчас будет месть. Ой-ой-ой. Что творит Брюмастер? Ну, вот на американском хосте они именно чувствуют себя как-то более уверенно. Они просто идут и где угодно нападают. На Европе они так не делают почему-то. Не знаю почему. Это дело не в пинге, это реально дело в какой-то психологии. Да, я не думаю, что прямо сейчас они что-то такое невероятное делали за счет того, что пинг был плохой у АЛ, у Альянс. И что эту же самую они не смогли бы сделать на Европе. Может, это совпадение такое, вот реально. Просто так получается, но кто-то же должен выигрывать игры, а кто-то проигрывать. Ну да, слишком много совпадений, правда. Вот я вспоминаю просто игры в АП, и игры больше, к сожалению, я не видел. Во всяком случае, в плане серверов я не интересовался. Я только видел игры ВП и игры Альянс с Дигнетосами. У них просто статистика 0-0. 0 проигранных матчей на Америке, 0 выигранных и на Европе. Просто жесть. Ну это, бред, ну как бы, знаешь, это все-таки говорит о чем-то. Я думаю. Игнорировать такую статистику невозможно, потому что она 100%. Запрыгивает Shadow Demon, Shadow Demon должен прятаться. Что-то он ни разу ульт еще за игру не нажал, я не могу понять его, если честно. Вот первый раз он нажимает. Камень летит в лешака. В инвиз нужно уходить, бить, но тут не продамажит, уже сам это понимает. А антимаг в инвизе сзади. Что-то он... О, антимаг хочет, кстати, зарезать его, походу. Может, там лоу-хп-шно очень. Ну, не сказал бы. Да, в смысле, не сказал бы, это что? Ну, все-таки 500 хп. Ну да, антимаг бы мог, наверное. Да не, не могу, на самом деле. Слишком мало маны. Хекс в антимага. Эзершок. Нет. Ну, опять же, вышка успевает скушать. Вот этот гирокоптер. О, лотар купил. Ничего себе, новая стратегия. У него, кстати, очень серьезный артефакт, я очень хочу сказать. Потому что у него, помимо лотара, вот... То есть, когда он покупает первым лотаром, прям... Тебе знаешь, в изи лотар, меня это реально так бесит. Просто бегает, чувак 700 хп, ходи, убивай. Что-то никто не ходит, не убивает, но это уже проблема. Те, кто не ходит, не убивает, но это такой бред, так покупать. А вот уже, когда он после барабара купил лотар, это уже хочешь... Да он еще и угроклаб купил, у него все еще конечно. Слышь, другой вопрос. Все-таки я не могу понять, нахрена ему этот лотар вот нужен, в принципе. Зачем он нужен-то? Может, даже сразу БКБ и дэмэдж нормальный, не лотар, который дает малого урона. Ну, понимаешь, у меня такое ощущение, что команды сами понимают, что, ну, не могут они играть вот прям безошибочно. И все равно будут какие-то встревоны непонятные. И этот лотар, он как раз-таки, ну, вот такая частичная гарантия того, что ты можешь там ошибиться, и при этом у тебя все будет более-менее. Антимаг дорезает Рошану, но здесь, конечно, забирает Аегис. Боже мой, Рошану убил флэком Аюда. Не 2 в 0. Да, вот это, кстати, большая потеря, потому что этот Аегис, он особо ничего не стоит, по факту, на данной стадии игры. А вот бабки стоят и опыт стоят, да, тут очень серьезно. Серьезно, неудача. Все, тут просто разрывает отличные деревья от Way to Sexy. Да, гениальные вообще. Просто MVP этой игры. Ну, что, у него уже есть Саблимент Ставк на 18-й, скоро-скоро. Смотри, что такое Shadow Blade? Это мобильность, прежде всего, и это такой шанс уйти в инвиз, когда у тебя все плохо, либо, наоборот, кого-то догнать. Вот сейчас, в принципе, догнать ему помогло, да, но, допустим, не ради ему спида он собирает, просто встрял где-то герокоптер, и нету так, ну, нету сентриков, нету просветок. Это шанс. Ну, да, да, это все лоу-скильная, типа, фигня. Вот это встрял, врагов нет сентриков, и ты ушел в лотар. Ну, что это такое? Я говорю, они понимают, что ошибки будут у них. Да, просто, да, блин, просто золотар наказывают лотар, это ошибка. Ты собрал лотар, и тебя наказывают... Я не вижу, чтобы сейчас Альянс наказали. Да, потому что Альянс, и все. Даже Жоу, собрав лотар на СФ, казалось бы, IG, казалось бы, все правильно должно делать. Ну, типа, он знает, что делает. Вот он собрал лотар на СФ, и его реально убили пару раз два суппорта бомжа. Ну, это против Зенит, когда они играли, вроде, против Зенит. Просто два суппорта бомжа, у которых ничего не было, что-то в Демоны Лина. Да, просто два раза пришли, и два раза убили его. Ну, там вот как раз-таки это и сыграло. Там и у Зенит уровень выше был, они наказывали этот Shadow Blade, у них всегда была просветка. И у IG, как бы, такой уровень, что он, собрав себе БКБ, может, ну, большее позволить. Ну, мне кажется, что это в какой-то степени был эксперимент. Ой-ой-ой, Лода. Лода терпит. Магнус, вы распалярите вдвоих. Сейчас нужно ультить. Ай, не смог разрультиться вдвоих, но ничего. И еще кого-то находит здесь. Nature Prophet, который успел тп-шнуться. Ой, какой фит серьезный. Да, реально жестко фиданули. Более того, убийство антимага ему вообще ничего не дало. У него Егис. Блин, нельзя так фидить против антимага, конечно, потому что просто неожиданным образом у антимага трешка. Так что трешки не было. Да, что у нас общая ситуация? Ну, вообще, общая ситуация, конечно, явно в пользу Дигнитос, но вот подфидили они сейчас. А был бы Шаттл Блейд сбил? Не, они очень серьезно фиданули. Там по эксперименту включения сейчас в плюсе вообще. Гирокоптер, гирокоптер, ульта успеет ли разультиться? Успевает, разультится. Праймал сплит. И Магнуса здесь тоже, конечно, убьют. Ну, вот ответный. Ответ на фид. Фид на фид. Тут, собственно, что поделать. В противогне от ульта, поэтому не сильно боится Юниверс. Ждет, 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 ждет. Вакуум очень кривой, но хотел максимально далеко затащить его. Поставить сейчас. А, ну все равно ничего не сделает. Тут хоть ставь, хоть не ставь. Ну да, они нашли лоду. Да и лоди пофиг. 3200, можно какую-то Яшку купить, или что он собирается? Не, я вот думаю, что в европейской доте, ну да, он, наверное, он сейчас ПКБ себе купит, либо Санжин Яшу. Возможно, Санжин Яшу. Я считаю, что в европейской доте, именно когда она на таком уровне находится, и в американской, вот эти Shadow Blade, они уж не так и плохи, потому что они реально имеют... Ооо, нет, нет, Панда. Хорошо, Зарел. Панда умирает. Ты видел нового курьера этого? Да, да, ну понятно, какой еще курьер мог быть в команде с Бульдогом? Да. Понятно, Панда. В общем, и действительно, не так уж плохо они выглядят, потому что вот эти вот разводы, их на практике сейчас никто, мне кажется, не умеет прямо наказывать. Это бывает иногда в играх, но, скажем так, если взять все абсолютные игры, всякие Nature Profits из Shadow Blade даме, Гирокоптер из Shadow Blade даме, они выглядят реально, знаешь, такими досаждающими персонажами. Ну, они напрягают, но не более того, на самом деле, в нормальных играх, в том числе и дело, что... Опа, Snake King отвалился. А Antimag убивает Shadow Shaman в тему времени. Да все, эти что-то поплыли как-то на ровную месть. Да тут обе команды поплыли, то одни плывут, то другие, и что происходит, вообще непонятно. Да, по XP график забавный, вот фит троих, такой скачок просто, потом фит двоих, обратно сейчас... Это, короче, диаграмма менеджера Тигель. Да, между прочим, у АЮ очень много денег, четыре тысячи есть. Ну, кстати, он в лотарь катался-катался и уехал. Не-не-не, он нашел Магнуса, если бы... Ну, так Магнус ему мог бы что-нибудь там сделать, а так он просто на Shadow Blade... Вот это ему как раз и дает, этот Shadow Blade, где-то пойти и засплит пушить. Не, ну, это понятно, это все item для EMS. Да, опять же, для EMS, для перемещения по карте. Shadow Blade плюс фейзы 522 EMS, в общем-то. Ну, он сейчас на Сашу Яшу купить, я практически уверен. На четыре тысячи? Будь он не ладен. Сашу Яшу на четыре тысячи, по-другому. Да, да. Два килограмма Саши Яшу. На тебя посмотрим. Все, он купит, я слежу за ним пристально, пристально. Что-то купил. Что-то купил. Ладно, не понял. Диманы, что он купил. Я тебе сразу могу сказать, когда перестанут покупать Shadow Blade. Когда его будут наказывать в каждой игре. Вот пока у нас дота такая, что Shadow Blade... Ну, будут, будут. Ну, я... Короче, будут. Будут. Скоро. Кто-то наберется сил в СНГ. Это только СНГ-команда могут наказывать. Встречаю. В Европе, там, без того, чтобы купить гем, купят кто-нибудь тоже Shadow Blade и будут бегать с этим. И в Invis. И я в Invis. Да, да, да. Что такое? Почему? Где Silence? О, боже. Да, Profit плохо играет в этой игре. Вот что и не говори. Вот с чем не поспоришь, это с тем, что Profit играет плохо. Где Silence? С каких-то взял деревья и вызвал, вместо того, чтобы дать Silence Shadow Demon. Такое ощущение, что пинк у него. Что, у Лозы в курице, что ли, это вы какие-то отвалили? У нас из курицы Яша. А, вот сейчас, сейчас у него, получается, уже Монта там. Да, у него действительно Монта. Но, купить он и может только сейчас. О, какая неудача. Крепы сгрызли сентряк. Короче, есть вот этот битый сентряк на нижней линии. Ну вот, короче, этот сентряк не убил шаман, потому что скрипы сгрызли его сентряк. Кошмар. Гирокоптер, кстати, опровергает мое мнение. Он, вот так он уже делал в какой-то игре. Он покупает этот Огроклаб и думает, не, фигня, рано для БКБ, рано для Саши Яши. Мне нужно что-то другое. Самое время взять рапирку. МКБ. Рапиру он, кстати, брал сегодня уже. Но ты видел. Нет, я не видел. Ты не видел этот момент? Ну, раз брал, значит, уважуху ему. Да, но, к сожалению, у него был Shadow Blade, БКБ и рапира. Ну, там вообще очень плохой был момент, потому что на Рошана зашли No Tide Hunter, они пошли их наказывать и разделились. Кто-то пошел через МИД, а кто-то пошел через вот этот проход. Короче, слышишь, он купил МКБ и продал МКБ обратно. Давай рапирую. Мне кажется, он засомневался. Он говорит, нужна рапира срочная. Ну, и рано еще рапирую. Нет милайфстила, ни БКБ. Да самое время, Луц, значит, рано, прикинь. Просто идешь и убиваешь чуваков. У них нет ничего вообще. У него ни БКБ нет, понимаешь? Он просто захексит разок и застанет, и все. Давай рапирую. Он там в БКБ, из-за чего он умер? Он просто в БКБ как-то тупо нарвался на медведя, адмирала Бульдоговского, который его не выпустил из Баша. А потом налетел алхимик с Магнусом еще. Ничего, ничего, свои прикроют, все нормально. Четыре тысячи снова, давай, можно взять. Ну ладно, БКБ можно сначала оформить, потом рапиру. Да не, ну лол, это не может быть рапира. И все так плохо удигнется, неужели они? Да, почему должно быть плохо? У тебя просто берешь рапиру, и урон у тебя становится 400, и ты просто месишь. А потом теряешь ее так же тупо, как в прошлой игре. Там у медведя башера еще нет, случайно? Ладно, не потеряй. О, башера и медведи, отлично, все. Самое время для рапира, сейчас медведь его так же... Короче, тут давно не потеряй рапиру просто. Как можно потерять рапиру и потерять рапиру? Надо в пятером все время идти куда-то и драться, драки выиграть. У них фурион на их стороне, их не за сприт пушат, то есть не надо разделяться им, чтобы делать какого-то фуриона, и ничего нет, но он что-то другое хочет. Чего он купил? ТП-шку. И смог, кто-то говорит, верни куру, я смог. Он купил ТП-шку, у него 4 куска. Если реально есть к этому вопросу, Аня, не хочет он купить и там какой-нибудь себе на 4 тысячи? Он хочет сразу бы КБ с рапирой, но тоже пойдет. А знаешь, в чем самый большой минус рапира в той игре был? Потому что он с рапирой не мог никуда вылезти, но он не хотел, чтобы ее запалить, и он просто сидел и... Но он дурачок, поэтому это давай не будем обсуждать глупых. Ну все, собрал рапиру и не боялся вылезти, надо собрать рапиру и пойти в пятером просто выиграть игру сразу. Зачем иначе ее собирать? С рапирой точно сидеть не надо. Так, вот сейчас пойдет... Это вообще гениальный мув, смоук ганг, когда у тебя в кармане 5к. Смоук ганг, когда у тебя в кармане 5к, смоук ганг без Дарк Сира, смоук ганг с фурионом, который тоже в смоке, короче... Нет, Фурион сопротивлялся, нормально. Фурион остался просто фармить. А Дарксир бежит, но у него нету Ани, Фурион не остался фармить. Это байт. Бейт, бейт. Но, как не работает байт? Не работает вообще. Их так сильно бояться альянс. А ну да, просто что-то шланг давно не вижу. Прям из Лотара. Ой, смотри, с... смока. Флоду Тавр, кстати, закрылся. Зато мишку нашли, сейчас мишку-то убьют. Ну все, медведь, ты агреб, ой, какой он медленный, посмотри. Да, он там пиво получил. Пиво и Клэп. Все, минус медведь. Ой, Ирошан не ожидал. Ааа, бегай, вот оно. Правильно, аегис. Давай-давай, бери рапиру, хорош. Пошел, поехал. Я чувствую, как-то ИНС начинает дико уважать команду Дигна. Ну все, они все четко делают, взял эрапирца. Причем это рапиры никто не видит вообще. Вот сейчас ее видели. Видели, Санкаева. Да, слушай, Саегисом и врывается уже брюмастер наказывать на костей, что творит, Клэп. Вакуум, стенка, профит влетел. Тянет время, профит. Почему никто все живы, почему? Где вертолет, где рапиры? Вот он. Пошел стрелять. Малороны, профит уже фиданол. Как-то мало урона у него рапира. Ну, рапира, но как бы с двух выстрелов не убить антимага даже с рапирой. Профит, выкупайся. Я сейчас это. Пол, ты гня. Мне кажется, у Дигна с вами практики не играли, нет? Играли. В смысле, мы с ним больше всего играем. С Дигна, с Ликвид, с Аэллами, с ДД мы играем. Я думаю, как бы влияние, короче, команды Virtus.pro, оно сказывается. Да, при том, они меня реально все раздражают, потому что мы никому из них никогда не проигрываем на тренировках. Понял? Ну, а они, походу, подсасывают наши, типа, изучают нас, а потом... А я еще вспоминаю игры, где Гирокоптер от Эмпайр убивал Дигнитос, Фантом Лансера, тоже там такого плохого. Во-во, все, он еще БКБ взял. Не, ну, на самом деле он дал стабину, какое БКБ. Ты же АЮ2000, тебе не нужно БКБ. Саша, я же считаю. Ты должен купить, был, все, что угодно, только без БКБ. Все, они МИТ иду. Все, все четко, заходи, бей с рапирой по фонтану. Ой, терпила, ой, дурак, да иди бей, антимаг тебя сприт пушит. Все, все, пошел, послушаем. Ну, потому что он терпит антимаг уже Тауэр с Тома. Гриф есть. Вот. Гриф. Антимаг, кстати, не хочет с рапирой воевать. Нет, Биллиф. Ну, его можно понять, на самом деле. Здесь, ну, что, так, спрятали. Он зря, короче, ушел антимаг, мне кажется, ему стоило бы остаться там. Слушай, а иллюзиям же не дается урон с рапирой. Ну, по-моему, дело не дается. Да, это против еще и шаду демона. Контракт, все, антимаг ушел. Теперь вся статья допушивать. Ну, это бред, что, ну, тепло до ошибки, ему надо было, кажется, сплетить. Да. Ну, или что. Просто им сейчас сторону сломают и отойдут. Ну, а, да, антимаг просто стоит, посмотрит, как ему сторону сломают. Согласен, это ошибка была. И дело в том, что, ну, как это все будет происходить? Ворваться в этого гирокоптера нереально абсолютно. Ты в него ворвешься, в него прокастуешься, убьешь его, а у него Аегис. Да, конечно, на самом деле, очень неплохо все реализовали, именно Дигнитос. Как-то у них так все получилось. Самое печальное с этим гирокоптером, даже не то, что у него Аегис, это плохо с ним, с Аегисом. Самое печальное, что просто стянет всех Дарксир, потому что ты, ну, как нападешь, получается, на гирокоптера, потеряешь позицию, тебя стянет Дарксир всех пятерых чуть ли не, там панда турок лапнет, разулетится. Гирокоптера все, ты фиг убьешь. Он просто даст ульт, нажмет флаг, и все, на этом. На Дагирокоптер, если он не сумасшедший, продать лотар, купить доминатор и фармить сатаник быстрее. Ну, или барабан, конечно, а не лотар, но я продавал бы лотар на его месте. Я думаю, что он с тобой не согласится. Ну, понятно дело, как согласится, 30 урона уже дает. Ну, вот он езанул барабан, купил доминатор. Ну, все, да, он знает, как играть в эту игру, но нет, он оставил этот лотар, я нереально ненавижу. Ненавижу лотар. Когда он уйдет на 2 хп на лотаре, ты еще вспомнишь. Да, понятное дело, уйдет, конечно, как иначе. Во, антимаг снова спидпушит, может, в этот раз? Ну, тут, знаешь, тут на самом деле очень интересная ситуация. Как бы, Альянс быстрее сломают сторону. Но есть Тир-2-вышка, и мега-крипов они сделать не могут. Есть фортификейшн, его надо юзать, но что-то ждут. А, они там нападают на шадоу демона, просто он отваливается, как... Эншент! Эншент падает, Эншент! Лол, а герокоптер без ТП, ага. А, и эти пошли эншент месить, но они быстрее сломают, у них что-то крапиры. И Панда, и Фурион, и Раста с вардами. Кто быстрее? Да не-не-не, да эти срапиры быстрее сломают, это понятно. Герокоптера. Остались там лон-друиды, антимаг, они месят трон. Магнус! Это ГГ! Альянс просто сломают, сейчас Эншент, ВКБ. А-а-а, какая игра, жесть! Блин, такой бред. Этот Магнус, короче, спас ситуацию на Торе. А Магнус это я и забыл. Ну, он затянул время, получается, сколько там, секунды 4, он заулетил еще, отвез куда-то. Блин, Альянс, короче, выигрывает эту игру на американском серве, какую игру вообще! Ну, они, кстати, молодцы, то, что пошли сразу Эншент ломать, в итоге... Да, да, ну, блин, если бы Лода изначально там, как бы, сломал бы ту первую сторону, ну, короче, могли они так заранее делать. Ой, такой бред, на самом деле, не играясь, если так подумать. Мне бы на месте Dignitas было бы сейчас обидно. Да, я думаю, им очень обидно. Они еще поздно поняли, у No Tide Hunter, у Альянс, был сразу план идти ломать Эншент. Они это поздно поняли, они даже к бараку не притронулись там. Просто сразу пошли ломать. А эти что-то начали ломать в сторону, в смысле о том, что... Да, 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 ну, короче, а у них не было ТП. А, на самом деле, шадов шамат!